Формол Продакшн, Чешское телевидение и Национальное туристическое управление Чешской Республики представляют документальный цикл «Национальные сокровища». Занося памятники в список мирового культурного природного наследия, а именно в список ЮНЕСКО, всё мировое сообщество провозглашает этот памятник особенным и единственным в своём роде. Это наше общее наследие, и мы обязуемся хранить его в интересах всего человечества. Коллекция памятников ЮНЕСКО на территории Чешской Республики. Прага Единство в разнообразии Исключительность Праги не только в её памятниках, но и её истории. Уникальное и то, как она выглядит. Прага прекрасно вписана в природу, которая в течение года меняет свои цвета и дополняет атмосферу и волшебство города. Именно благодаря паркам и садам у Праги, как говорят, самая красивая городская панорама в мире. Думаю, этот вид никогда не разочарует. Что скажете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вид на Прагу стал сюжетом многих открыток или классических панорам города, отражающих его красоту. По видам разных времён мы можем судить, что наши предки осознавали эту уникальность и учитывали её в своих проектах. 17 век стал для Праги периодом больших перемен и строительных корректировок. Соборы и дворцы дворян радикально менялись. Большие перемены ожидали парки и садовую архитектуру. В Праге удалось объединить земельные участки, поделённые между несколькими владельцами. Таким образом возник ряд больших парков в стиле барокко. Один из самых известных – Вальштейнский сад, разбитый в 30-е годы 17-го столетия. Пражские сады, как, например, Леденбургский, Большой Палфиевский или Вртбовский, только улучшают панораму города, утопающего в зелени. Такое благоустройство делало городской пейзаж ярче и разнообразнее. Разнообразие того времени стало сегодняшним единством. Маленький фюрстенбергский сад возник по проекту Игнаца Пиларди. Он считается самым красивым садом в стиле рок-ко-ко в мире. До сих пор он поражает своей игривостью. Здесь можно посмотреть на город с новой стороны. С верхней площадки открывается панорама, но если мы спустимся в павильон, то увидим, что архитектор обрамил виды на Прагу отдельными арками, тем самым подчеркнув их эстетическое значение. Один из таких обрамленных видов разрушила Жишковская телебашня. Остальные сохранились, и мы можем любоваться замыслом Пиларди, прославляющим Прагу и ее живописные виды. Заканчивалась эра барокко, период монументальности и роскоши. При императрице Марии Терезии в Прагу пригласили имперского архитектора Леонардо Пакасси. Он считается создателем панорамы Града в его современном виде. Его аккуратный подход хорошо виден на башне Матяша. Пакасси сохранил ее первоначальные черты и окружил башню дворцовыми постройками в стиле позднего барокко. Это великолепное объединение стилей, которые не соперничают друг с другом. Обширной пристройкой дворцов Пикасси разрушил раздробленный силуэт Града, но в то же время подчеркнул монументальность законченного позднее собора Святого Вита. В конце 18-го столетия наступил век просвещения. Мир вступал в новый период, и Прага была к нему готова. Растущие потребности мещанского сословия обусловили строительство общественных построек, например, театров. Театр Ностица, а ныне сословный театр, был построен в стиле классицизма, что особенно ярко проявляется в тимпании, фронтоне и других элементах декора. Само здание прошло через множество реконструкций, целью которых было прежде всего расширение пространства. В украшениях мы видим исторические декоративные элементы, в особенности медальоны, множество рельефов, амуров без крыльев, так называемые путти. Международная слава сословного театра связана прежде всего с Вольфгангом Амадеем Моцартом, который устроил здесь премьеру своей оперы «Дон Жуан». «Мои пражане меня понимают», — сказал он тогда, — «и понимают до сих пор». В Праге в то время смешивались немецкое и чешское влияние. Определенное хвостовство и претенциозность можно было наблюдать во многих театрах. Повышение чешского национального сознания требовало строительства достойной сцены для драматического искусства. Над сценой светится надпись «Нация себе». В интерьере действительно просматривается попытка возвысить народ. Интересно, что в период, когда большинство европейских городов строило парламенты, в Праге вместо этого возник национальный театр. Он был построен в 70-е и 80-е годы 19-го столетия, в два приема. Сначала работу архитектора Йозефа Зитки уничтожил пожар, и только после ремонта и перестройки на деньги, собранные жителями, здание в стиле нового ренессанса было открыто. В то время Прага стояла на пороге больших перемен. Мечта о самоопределении вела приверженцев возрождения к поиску идеала. Он касался не только политических вопросов, но и поиска национального стиля, архитектуры и даже пейзажа. Идеализованный пейзаж Центральной Чехии должен был представлять Пруганицкий парк, последний дворянский парк в Центральной Европе. Его планировка была роскошной, но его романтичность помешала задумке. Вместо Центральной Чехии мы можем прогуляться скорее по предгорью Альп. Это одно из известнейших творений садово-паркового искусства конца 19-го столетия. Создатель Пруганицкого парка граф Арншот Эммануэль Сильва-Тарука воспользовался раздробленной долиной реки Ботичи и ее притоков. Он комбинировал местные растения с экзотическими, а в основу композиции парка заложил мастерски выбранные просветы. Сильва-Тарука Сильва-Тарука чередовал побеги группы деревьев и кустов с лугами, прудами, ручьями и их ответвлениями. Его творение, несмотря на свое удаленное расположение, было отнесено к пражскому заповеднику благодаря своей уникальности. Время его возникновения совпало с периодом больших перемен внутри города. Бывший еврейский город пал жертвой сегодняшней Парижской улицы. Этот роскошный бульвар после постройки должен был стать новой осью города. Вокруг плана велись жаркие споры, которые, к счастью, предотвратили более обширную перестройку. Критики тогда разгулялись по полной, а новые здания, выросшие после очистки еврейского города, называли «пироженными с кремом». Строительство имело целый ряд противников, которых представлял клуб за Старую Прагу. Он стремился защищать национальное наследие и контролировать перестройки исторических зданий. Благодаря бурным дискуссиям до сегодняшних дней сохранилась, например, Майзелова синагога, которую приказал построить современник Равина Лёва и примас еврейского города Мардыхай Майзель. Он стоял у истоков ряда других зданий и целых улиц в гетто. Его синагогу в стиле барокко несколько раз перестраивали, в последний раз на рубеже 19 и 20 веков. Но, как говорят, не было бы счастья. Такое серьезное вмешательство в еврейский город стало причиной возникновения и новых, интересных зданий. Юбилейную синагогу, ныне известную как Иерусалимская, Вильгем Штясны, построил на новом месте вместо трех синагог, снесенных при очистке. Это самая молодая и самая большая синагога в Праге. Уникальным образом в ней соединяются венский модерн и мавританские элементы. Непосвященного посетителя Непосвященного посетителя здесь абсолютно точно удивит орган, совершенно нетипичный для синагоги. Однако он не имеет ничего общего с католической традицией. Причина его нахождения здесь – реформаторский тип синагоги. Последняя реконструкция обнаружила нечто уникальное – в тройном нефе базиличного типа. В начале 20 века в Праге появляются строения в стиле модерн. Отличным его примером служит великолепный Обецный Дум, или Общественный Дом архитекторов Бальшанки и Поливки. Влияние Востока, Запада, Нео-Ренессанса и Нео-Барокко переплетаясь создают так называемый чешский модерн. Общественный Дом был построен на месте Старого Королевского дворца. Он включает в себя несколько залов, салонов, рестораны и кафе и с самого начала задумывался как центр национальной жизни. Изысканное убранство интерьера подчеркивает необыкновенный художественный декор, созданный выдающимися мастерами того времени. Из художников необходимо упомянуть Миколаша Алша, Альфонса Муху, Макса Швабинского и Франтишика Женишку. Из скульпторов назовем хотя бы Йозефа Вацлава Мысельбека, Ладислава Шалоуна и Богумила Кавку. Аристократизм здания подчеркивает его значение для национального движения. В конце концов, именно в общественном доме после Первой мировой войны была провозглашена Чехословацкая республика. С новой республикой пришли и новые возможности. И в то же время попытки делать все по-своему, по-чешски красиво. Идеальный и удачный пример таких попыток в архитектуре дом у черной богоматери Йозефа Гочера. Его вдохновила кубистская живопись. И он попробовал применить эти принципы в архитектуре модерна. Стремление изобразить несколько углов одновременно было большим вызовом. Однако оно было успешным. И сегодня в Праге есть кубистские дома, подобных которым нет нигде в мире. Тогда их критиковали, сейчас ими восхищаются. То же самое можно сказать о многих памятниках, возникших в Праге за последние сто лет. При этом именно дом у черной богоматери прекрасно слился с соседними домами так же, как барочная статуя Мадонны с углами дома. Кубизм развился в отдельный чешский стиль. Рондо-кубизм. Его нужно рассматривать в контексте ар-де-ко того времени. Его примерами в Праге является Легио-банк Йозефа Гороча или дворец Адрия Павела Янака. Необычно украшенные фасады типичны для этого стиля. Над входом в пассаж дворец Адрия висит неоклассическая скульптура мореплавания Яна Штурсы. Это технологический феномен, самая большая гальванопластическая скульптура в мире. Только в Праге кубизм и рондо-кубизм прижились и дополнили ее разнообразие. Это прекрасно видно в Люцерне Эмиля Кралечко. Еще более интересным примером слияния кубизма со старинной архитектурой является арка над статуей Яна Непомуцкого. Это идеальный образец единства и разнообразия. Новой республике были необходимы новые административные здания. Их строили на правом берегу Волтавы, комбинируя функционализм и возвышенный стиль. Чтобы здания были достаточно репрезентативными. Уникально здание Министерства торговли и промышленности архитектора Йозефа Фанты. Это здание – единственный пример стиля арт-деко в архитектуре. Оно расположено на четырехугольном фундаменте, а его фронтоны и балконы украшает большое количество скульптур. Стеклянный купол предвосхищает конструктивизм. В свое время здания часто критиковали за стилистическую отсталость. Один из критиков даже вынужден был ответить на жалобу авторов. Субтитры создавал DimaTorzok На Пражском Граде пошли другим, ненациональным путем. Президент Масарик пригласил своего друга, славянского архитектора Йожи Плетчика, и поставил перед ним сложную задачу – объединить архитектурные направления предыдущих столетий при помощи модерна, создав идеальное единство. Плетчник был, по его словам, единственным, кто способен справиться с такой трудной задачей. Плетчник откорректировал подворья и сады при помощи новых элементов дизайна. При этом он с уважением отнесся к исторической архитектуре и в результате создал сегодняшний вид Пражского Града. Современную красоту Праги, идеальный храм гармонии, лучше всего воплощает Кафедральный собор Святого Вита – Вацлава и Войтыха, который строился почти шесть столетий. Он рос с востока на запад, и в конце концов, к тысячелетию Святого Вацлава в 1929 году был закончен Западный фронтон. То, что не закончили в готике зодчие Матеш из Ароса и Петер Парлерш, и их подражатели в Ренессансии барокко почти 50 лет заканчивали архитекторы Моккер, Кранер и Гилберт. Это не только действующий храм, но и усыпальница чешских королей, а также хранилища коронационных сокровищ, в том числе короны Святого Вацлава. Если где-то и есть духовный центр чешских земель, то только здесь. Давайте возвратимся из места раздумий и спокойствия в шумный город. В самом прямом смысле, так как это здание наделало много шуму. Готическая Штитковская башня с барочной крышей в 30-е годы была дополнена функционалистической пристройкой с выставочным залом Союза художников изобразительных искусств «Манес». Она вызвала большое недовольство у членов клуба за Старую Прагу. Сегодня же это один из известнейших памятников в стиле функционализм на территории пражского заповедника. Ну, а в 90-е годы подобные споры вызвало здание работы архитекторов Влада Милунича и Фрэнка О'Генри. Две башни символизируют танцевальную пару Джинджер Ронджерс и Фреда Астера. Поэтому его называют «Танцующий дом», и Прагу без него невозможно представить. Дом построили на пустыре, образовавшемся после бомбардировок в конце Второй мировой войны. Он завершает ряд домов на набережной. Здание получило несколько архитектурных наград, в том числе и престижную награду журнала «Тайм» за дизайн 1996 года. Иностранные гости редко пропускают эту достопримечательность, хотя, по мнению некоторых, его вообще не должно было быть. Такова была и есть история Праги. Иногда спокойная, иногда очень бурная. Но без малейших сомнений Прага – одна из самых крупных сокровищниц мировой архитектуры и градостроительства. И мы смогли показать только маленькую часть ее красоты. Остальное зависит от вас. Производство русской версии SDI Media Россия. Текст читал Илья Хвостиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok